Музыка Можно ли сказать, например, Всевышний в небесах? Всевышний в небесах. Это тоже означает две разные значения. Есть ли кто-то, который говорит Всевышний в небесах, внутри этой небесы, вселенной. Это нельзя. А если человек говорит в небесах, а над небесами, над небесами, то подходит на трон он. Это то, что перейдет в Ахну Сунь Вал Джамах. Всевышний в сурах Табарака. А Амин Тум Мал Фис Самай Анях Сифа Викум Аль Ауг. Верите герою, не боитесь ли, что тот, который в небесах, будет собрать землю из-под вас, если не будет его спослушать? Ученые говорят, и другие. Тот, кто в небесах, это означает над небесами. Над небесами. А второй аят — это слова Всевышнего из суры Аль-Мульк. Неужели вы уверены в том, что тот, кто на небе, не заставит землю поглотить вас? Салифы говорили, приводите этот аят, как он не спослан, без вопроса «как», без уподобления и сравнения, будучи убежденными в том, что Аллах причист, и что место не объемлет его, и что время не меняется для него, и небо не ограничивает его. Халифы же говорили, мы дадим ему пояснение и объясним его людям так, чтобы это пояснение изгоняло всякие дурные предположения из их голов. Они сказали, тот, кто на небе, здесь имеется в виду Джибриль, которому велят сделать так, чтобы земля проглотила мушриков. Так как если бы Аллах повелел Джибрилю сделать так, чтобы земля поглотила мушриков, опровергавших Мухаммада, тот непременно сделал бы это. А убеждение, что Аллах обитает на небе, опровергается учеными ахлю сунна, так как небо — творение, и оно полно ангелов. Имам Тирмизи передал от Абу Зарра, от пророка, саллаллаху алейкум, небо застонало, и оно имеет право стонать, так как на небе нет пространства в четыре пальца, чтобы там не было стоящего, находящегося в поясном поклоне или в земном поклоне ангелов. Аллаху не подобает находиться в такой тесноте с ангелами. Далее Всевышний говорит «Идунули в рога, и все, кто в небесах и на земле, будут поражены. Те, кто на небесах, будет поражен. Это ангелы, и они умрут. Если бы Аллах был на небесах, Он тоже был бы поражен, как и они. Аллах чист от этого». Так говорят ашариты. Так они пояснили этот аят. К этой же категории относится и хадис, имеющий хождение среди простых людей. «Будьте милосердны к тем, кто на земле, и те, кто на небесах, будут милосердны к вам». Имеется в виду, что ангелы будут милосердны, потому что пророк, салаллаху алейкум, в другом ревает и сказал «Будьте милосердны к обитателям земли, и к вам будут милосердны обитатели небес». А об Аллахе нельзя говорить «Ахлю», то есть «обитатель». Нельзя говорить, что Аллах обитатель небес. Так ашариты пояснили значение вышеуказанных аятов. Субтитры создавал DimaTorzok